Миндит кинтармит, семью дня мы с вами поговорим о тайнах рода Хасгут. Давно уже не было материалов в этой рубрике, все нет времени написать. А с другой стороны, не писать страшно, забудется, потеряется что-то и может быть никем уже не будет восстановлено. Это страшно, что уже многое утеряно безвозвратно и еще многое теряется. Перескажу вариант истории о появлении рода Хасгут – казахи, среди докзмакинцев. Давным-давно это было. Жили в казахском хасе четверо братьев, славных и метких охотников, не знавших дня без добычи. Всегда и стрелы достигали целей, и всегда их сумки были набиты жирной, хорошей дичью. Отправились они однажды на охоту, настреляли птиц. А собирать, как достали, прискакали ханские помощники и всю их дичь забрали. Рассельдились братья, но перечить им не стали. Пустые вернулись домой. На следующий раз снова вышли братья на охоту и снова настреляли много дичи. И так же, как прежде было, прискакали ханские слуги, сказали, что это их дичь и забрали. Рассельдились братья, но снова смолчав домой вернулись. Но не может же это вечно продолжаться. И в третий раз набили они много дичи. А когда собирать ее стали, снова примчались ханские помощники, чтобы добычу отобрать. И тут братья не выдержали. Все свои стрелы расстреляли в ханских слуг, потому что чужая добыча для охотника – табу, и нарушитель его должен быть наказан. А чтобы не мстили им, хан и его свитов ушли казахские батыры через Волгу калмыкам. У калмыков, каким бы хан могучим не был, никогда бы их не достал и мстить не стал бы. И калмыки не обидели пришельцев, приняли их к себе, языку обучили, жены своих дочерей дали и стали жить казахские охотники в Доксбакинском роду. Давно забылись их имена и дела, но память о том, что хазахи основали этот калмыцкий род, до сих пор живет в памяти калмыков. Эту историю я слышал в начале 2018 года от женщины из Доксбакинского рода. Говорят, что есть и другие версии появления рода хазгут у доксбакинцев, но их я не слышал. Эта история мне понравилась, потому что она пример отсутствия разделения на народы у жителей Великой Степи. Она пример того, что выражение «человек человеку волк» для кочевников Великой Степи приобретает совершенно иной смысл. «Калмыцкие небылицы. Приметы и гадания». Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Даллн Хойрхудл. 72 небылицы». Рассказ-диалог «Кемельхын. Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Даллн Шиндже. Гаданий по бараней лопатке». Представленный в очерке народного поэта калмыки Константина Эрендженова – это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке – «Mendift NB». Здравствуйте, это я. Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучаях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание. Как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.